Книги, статьи, фотоколлективов, уникальные медицинские предметы из прошлого. Экстренная помощь в центре Барнаула появилась в конце 19 века. С силом к созданию общедоступной больницы послужила вспышка холеры. С этого времени медучреждение начало развиваться и оказывать неотложную помощь каждому нуждающемуся. И несмотря на круглосуточную изнурительную работу, врачи считают эти стены своим родным домом. Будучи молодым врачом, меня пригласили работать в другую больницу. Ну и я пришел на беседу с главным врачом Владимиром Алексеевичем, пелебенчиком. Он так улыбается и мне говорит, а ты переживешь синдром? Я говорю, а какой синдром? Он говорит, синдром горбольницы. Я говорю, а что такое существует? Он говорит, да. Я говорю, тебе отпускаю, иди работай, ну смотри. Ну через пять дней я вернулся в больницу обратно. Этих вернувшихся немало. Поколения врачей вновь и вновь выбирали местом работы или служения первую горку. Место, где первыми принимают экстренных больных и где постоянный поток пациентов. Работы много, почти всегда нервная. Но за коркой черствости и цинизма медиков прячется человеколюбие. У хирургического отделения в этом году свой юбилей. 115 лет со дня открытия. Больше, чем за век, продвинулись технологии лечения. К специалистам предъявляют все больше требований. Вес ответственности облегчает искренняя благодарность пациентов. Недавний молодой человек, который получил серьезную травму печени в результате автодорожной катастрофы и в несколько этапов его пришлось оперировать. И в конце концов мы пришли к положительному результату. И пришла его мама, и она плакала и говорила спасибо. Но такие случаи, конечно, они бывали. Это руки хирургов золотые или какие-то передовые технологии помогают оборудованию? Это комплекс. Передовое оборудование профессиональные врачи. Но рабочих рук зачастую не хватает. Укомплектованность нейрохирургами всего 38%. Самая катастрофическая ситуация у отделения реанимации работают 18 человек. И это при том, что нужно минимум 60. К сожалению, медики больницы отмечают, что престиж профессии падает. Однако те, кто идет в медицину, предан ей так же, как и 125 лет назад. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.